Всем привет! Готов к новой дозе впечатляющих зрелищ? Сегодня тебя ждут эффектные молнии, крушение поезда, подводные миры и многое другое. В этой подборке мы собрали самые эпичные кадры, которым просто невозможно отнестись равнодушно. Так что устраивайся поудобнее и приготовься увидеть нечто невероятное. Погнали! Невероятный эффектный разряд молнии угодил прямо в башню на глазах напуганных очевидцев. Скорее всего, так выглядит его последний день на работе. Сколько нужно катеров, чтобы передвинуть остров? Оказывается, всего лишь 14. Похоже, эта часовая башня в Мекке будет заряжена электричеством на весь следующий год. Надежность этого плана изначально была под большим вопросом. Но с другой стороны, вопросы появились и к строителям этого дома. Как показало наводнение, к сожалению, у Теслы пока нет водоотталкивающего режима. Мы уверены, что ты бы точно не захотел увидеть такую картину из иллюминатора самолета. Бэймикс решил покинуть его из-за слишком большого количества плохих трюков за один вечер. Если ты хотел получить ощущение полета, то этот природный аттракцион к твоим услугам. Ставь лайк, если бы хотел увидеть и услышать извержение вулкана вживую. Несмотря на всю опасность и дурную славу, раскаленная лава может стать причиной визуального сатисфая. Этот старт во время заезда встал сильной антирекламой для Шевроли Камеру. Просто она устала от вечных пробок и сама решила доехать на метро. Вероятно, фанаты трейнспотинга всю жизнь пытаются увидеть именно такой момент. Удача или навыки, но этот парень смог остановить болид, даже когда на нем осталось всего только два колеса. Вот так невероятно эффектно выглядит запуск настоящей ракеты. А так ее крушение и потеря нескольких миллионов. Нет, к сожалению, это не магическая сфера посреди улицы, а оборванный провод под высоким напряжением. Вот кого обязательно нужно брать с собой на рыбалку, если ты хочешь хороший улов. Встреча с косатками в воде запомнится тебе на всю жизнь. Этот одинокий маяк на северо-западе Франции называется Ля-Жумьен. Он был построен в 1911 году, а его высота составляет 48 метров. Два туриста обнаружили редкое природное явление в Британской Колумбии. Настолько ровные ледяные сферы могут получиться только давлением водопада. Пока улицы охраняет этот пушистый защитник, город может спать спокойно. Этот аниматроник посреди торгового центра может создать тебе стопроцентное погружение в мир юрского периода. Искусственные рифы создаются человеком, чтобы вернуть жизнь на пустынное морское дно. И, как мы видим, это получается успешно. В сезон Мусона в Гранд-Каньоне можно увидеть невероятно завораживающие водопады. Этот парень тусуется в невероятно странной компании. Пиши в комментах, рискнул бы занять его место. Огонь, красивое платье и танцующая девушка. Какое сочетание может быть более завораживающим? Будущее уже наступило. Возможно, через несколько лет мы увидим, как на стройке работают только эти ребята. Похоже, этот экскаватор не только может везде проехать, но и исполнить танец. В пустыне на северо-западе Китая воздух настолько наэлектризован, что может наградить тебя новой прической. Истинные леди должны иметь возможность сменить одежду даже под другое освещение. И это платье успешно с этим справляется. Парень круто закосплеил свой велосипед под призрачного гонщика. И ведь получилось довольно эффектно. Жители этой деревни показали, что такое настоящая командная работа. Им точно нужно запатентовать эти носилки. Если ты думал, что на затонувших кораблях совсем нет жизни, у нас для тебя плохие новости. Похоже, этот дайвер может рассказать много леденящих душу историй. На этом гидроцикле ты можешь изучить не только поверхность моря, но и эффектно нырнуть под воду. Если все роботы будут настолько милыми, нам не нужно переживать из-за восстания машин. Абсолютно невероятно хорош. Но только до момента, пока в игру не вступила сама природа. А вот и наконец-то трейлер нового фильма про Ямакаси. Продолжение следует...